Каторга. Люди-робинзоны в тайге на острове. Часть 8. Отмечайтесь снизу там в журнале, чтоб все отметились, чтоб я все видел, чтоб все на месте. Ставьте ваши варежки, как вы кажете, синие, чтоб горели синим пламенем. Вот так вот. Вот. Поставили все на месте. Кого нету, ставим всем НБ. Что не были с нами. Правильно? Справедливо, думаю. Вот так. НБ всем поставим. Отметились. Едем дальше. Часть 8. А теперь мы сделаем небольшое отступление от прошлого и перенесемся в наши дни. Текущие дела оторвали меня от разбора этих дневников Зотова. Дела, скажем так, это вам не делишки. Несколько дней я не ночевал дома. Я разъезжал по берегу в поисках сенокошных угодий. Когда приехал, директор сразу вызвал меня в контору совхоза. Сразу же. Он сидел у себя в кабинете над свежей почтой и озабоченно разглядывал сквозь свои круглые старомодные очки какую-то бумагу. Садись, сказал он и тотчас уставился на меня поверх своих очков, озабоченным взглядом. А я уже успел. Я уже успел полюбить этого старого и на вид очень строгого человека. С отзывчивой душой и смелой. Крупное лицо его с тяжелыми щеками и толстыми губами всегда было сурово. Всегда. И люди, не знавшие близко Шустова, рабели перед ним, встретив его сердитый директорский взгляд. Помнится, по приезде в совхоз я просмотрел книгу приказов. За целый год, за целый год, ребята, в ней никому не было записано даже выговора. Никому. А ведь в совхозе живет и работает больше четырехсот человек. Это ж тебе не шуточки и ни единого тебе. Кончив разглядывать меня, Иван Иванович сердито засопел, не выпуская из рук какую-то бумагу. И я понял, что его озаботила именно эта бумага, только что полученная с почты. «Держи», — сказал он и подал ее мне. Прочитав, я протяжно свистнул. «Хм. Управление сельского хозяйства, сельского хозяйства Треста, предлагало нам за одно лето подготовить к посеву в следующем году еще двести гектаров новых земель». «Двести? Карл!» «Ну, как тебе такое?» — спросил директор и, отвернувшись, забарабанил пальцами мотив в песне «Взвейтесь, соколы, орламы». «А ведь надо, черт возьми, и ничего не поделаешь. Есть слово «надо, Федя, надо», — добавил он спустя минуту, вновь повернувшись ко мне и посматривая поверх очков заблестевшими от нетерпения глазами. Я молчал, прикидывая, что мы можем сделать своими пятью тракторами. И неизвестно, по какой ассоциации, я вдруг вспомнил Зотова и товарищей, которые лопатами разрабатывали в свое время огород. Одними только лопатами, всего-то. И получалось же что-то. Получалось. И сказал ни к селу, ни к городу. А дневник, который мы нашли в факторе, оказался очень интересным. Шустав фыркнул и насмешливо произнес. «Хе, в огороде бузина, а в Киеве дядька. Тут целины двести гектаров на плечах, а он мне тут о дневнике трэндычит. Трэндычиха ты! Но ведь их найти надо, эти двести гектаров. Ну вот я и вспомнил о дневниках и о факторе. Там искать будем. Недалеко отсюда. Понимаете? Чего? И вот через час мы с директором сели уже на лошадей, обвесились ружьями и топорами для затесов. И без промедления поехали напрямик к старой фактории. Стоял жаркий и безветренный день. Комары свирепствовали вовсю. Чаремуха отцветала. В лесу пахло смолой и скипидаром. Утки и гуси запрятались по гнездовьям. На лесных полянах шелестел веник. Лес жил скрытой от нас таинственной жизнью. Иван Иванович сидел на своем огромном мерне. Очень уверенно и важно. Обхватив бока лошади толстыми ногами. В больших сапогах. Очки он снял. Очки. И аккуратненько положил их в футляр. На всякий случай. Шоб не побыть. Конь директора, такой же грузный, как и всадник, тяжело отдувался. И, нагнув упрямую шею с пышной гривой, напролом шел через кусты березки и топливой заросли. В криках потревоженной тайги, ломая копытами лошадей гнилые пеньки и ветки на земле, чавкая мшистыми болотами, мы ехали к своей цели. И вот через два с небольшим часа усталые лошади вытащили нас из густого леса на веселые, залитые солнцем поляны, недалеко от фактории. Уф! — шумно вздохнул Иван Иванович, вытирая лицо и шею огромным, как простыня, платком. — Задохнулся я в этом чертовом лесу. Хех! То ли дело здесь. Совсем другое дело. Ветерок, прохлада. — Вот шо значит, море близко. Распаренный, нагретый июньским солнцем, дом фактории встретил нас музейным запахом сухой пыли, затаившимся полумраком комнат, темным взглядом старого вороньего чучела. Бегло, оглядев постройку, Шустав сказал. — Лет пятнадцать пустует, не меньше. — Я уже больше шести лет в совхозе. Так слышал от людей о происшествиях в этих местах. Да. В двадцать третьем или четвертом году нехорошие дела произошли тут. Тут целая война случилась. В общем, смертью запахло. Ну и перестали сюда ездить орчи и якуты. Перестали. Пришлось закрыть факторию. Теперь она в балаганном. Впрочем, чужие купчишки из-за моря тоже перестали ездить на наш берег. Как рукой, ножом отсекло всё. — А что, пограничники тревожили? — Да не. В те годы берег плохо охранялся. Какие там пограничники? О чём ты говоришь? Тут один-два катера было на двести километров. Могли бы и пробраться. Тут совсем другое дело, понимаешь. Подсекли их. Подсекли их местные жители. Видишь ли, огородом и тогда занялись. Оседло многие стали жить. Картошечка и другие свои продукты появились. Ну вот. Отсюда всё и пошло. Ведь и совхоз наш вырос на базе старых огородов. Да-да. Именно этих старых огородов. Вот так и не стали мы брать у купцов товар. А тут фактория ещё шкурки начала покупать. По настоящей цене. И совсем отбила всю клиентуру у заезжих. И свернула им прибыльный заработок. Ну чё, поедем дальше, что ли? А я смотрел на лес, на речку и всё больше волновался. Ведь, ведь это всё происходило именно здесь. Где-то здесь. Когда мы подъехали кустью реки, я сразу нашёл остатки балагана белого кина. Всё заросло густой травой. Теперь через реку. Там дом Федосова и Зотова. А что? Окликнул меня вдруг директор. Если вот эту луговину раскорчевать, а? Прямо от берега до самой фактории. И дальше туда аж до леса. А? Смотри, какая трава. И мху мало. О! И берег высокий. Гектаров семьдесят наберётся. Як ты думаешь? Я поспешно с ним согласился. Мы перебрались вброд через речку и вышли на другой берег возле безымянного ручья. Отсюда в лес уходила еле приметная тропка. Ну и, конечно же, мы поехали именно по этой тропе. На каждом шагу попадались старые, потемневшие от времени пни. Ручей в двух местах хранил следы перегородок, устроенных, вероятно, оболенским. Именно для рыбы. Не широкая просека тянулась от ручья к морю. И я подумал, а не путь ли это к барже, а? Но теперь уже окончательно заросший лесом. И я хлестнул лошадь и вырвался вперёд Шустого. И неожиданно вдруг очутился на поляне. Такой светлой и яркой, что аж глазам стало больно. Лес обрывался передо мной. Лес обрывался тёмной стеной. Поляна от края до края цвела ярко-фиолетовым киприём. Он разросся здесь так густо и так буйно, словно был специально посеян человеком. Ей-богу, именно так мне и подумалось, как специально его рассеяли. Ещё с плотностью такой, что я попро пройди. Целые раи ос велись над поляной. Жарко горели под солнцем фонарики цветов. Но ни дома, ни других строений на поляне не оказалось. Цветы, трава, лес. А на другом краю поляны множество разросшихся кустов смородины, рябины, малина была и даже черёмуха. Мы осмотрели берег ручья. Вот еле заметный квадрат фундамента. Разворошили дёрн, и мы увидели чёрные обожжённые камни. И нам сразу же всё стало ясно, что дом, теплица и другие постройки были уничтожены пожаром. Но как? Как именно? И когда это всё случилось? При каких обстоятельствах? Это была для меня ещё одна тайна. — О, вот и находка! — весело сказал директор, оглядывая чистую от леса сухую поляну. — Если подпахать ту луговину, шо идёт дальше по ручью, то мы здесь гектаров сто наберём. Ну, как твоё мнение? Главный, а? Вот вы знаете, он спрашивал меня. А я весь находился во власти охватившего меня прошлого. Я весь и полностью был именно там. И ничего не слышал. Ничего не понимал. К сожалению, я ещё не знал всего. Ведь я не дочитал дневника. Не добрался до источников, способных открыть глаза на эту трагедию, разыгравшуюся здесь много лет назад. Я уже чувствовал, что закрытие фактории по времени и по событиям как-то связано с колонией. Именно с ней. Но как? Сказать этого я пока ещё не мог. Директор повторил мой вопрос. Ну, конечно, находка. Площадь поляны на глаз определялась, ну, гектаров пятнадцать, не меньше. А дальше шла луговина с редкими деревьями. Она занимала втрое или в четверо даже большую площадь. Срежем дёрн, сожжём эти кусты, и на тебе, великолепнейшая пашня будет. Мы сошли с сёдел, пустили лошадей и, разминая затёкшие ноги, пошли по цветущему полю. — Смотрите, смотрите! — закричал я. — Да ведь это же овёс! Овёс! — Чего? Редкие, но крупные метёлки ещё зелёного овса вырывались из цветочного фиолетового плена и тянулись прямо к солнцу. — Зотовский овёс! Это был именно он! Осторожно, чтобы не вытоптать растений, я обошёл большой круг. Всюду росли культурные стебли. Самосев Почти двадцать лет овёс созревал, осеменялся и всходил, перенося суровые зимы и далеко не тёплое лето. И таки выжил, он выжил здесь и прекрасно себе рос. Сколько же новых качеств впитал он в себя! Стойкость! Какие неожиданности сулят нам растения, пережившие столь большие природные лишения! И я попросил Шуства быть немножечко осторожнее, чтобы случайно не затоптать. Не затоптать хотя бы один стебелёк. Ведь у него нога, он какая широкая! Ни черта под ноги не смотрит! Мы тут целый заповедник устроим, волнуясь, объяснял я ему. Может быть, даже новый сорт, новые качества? Директор только кивал головой, соглашався, заражаясь моим волнением. Ага, ага. Он ходил осторожно уже, разгребал траву руками и даже говорил негромко, чтоб, не дай бог, ничего тут не спугнуть. Словно боялся разбудить тени прошлого, населяющие эту поляну. Мы нашли здесь какие-то странные растения, только отдалённо похожие на морковку и брюкву. Мы разыскали жёсткие букеты капустных листьев, которые, кажется, и не собирались свиваться в кочаны, как это положено в всякой нормальной капусте. Они прям как деревья, ветками в сторону так, раз! А в стороне мы разыскали уже поспевающую чёрную смородину, необыкновенно густо усеянную ягодами. Смородина. А также нашли низкорослую рябину с белыми, конечно, незрелыми ещё плодами. Множество кустов густейшей малины и совсем уже заросшие дикой травой наполовину задушенные высокие грядки с княженикой. Помните? Со вкусом ананаса. Хе! Вот она! Вот она! Это была именно она! Княженика! Да вот только никаких признаков картофеля нам так и не удалось найти. Видно, весь пропал. Всё сгнило. И вот возвращаемся мы в совхоз уже берегом моря. Этот путь значительно длиннее, но спокойнее. Лошади шли бодрым шагом, задрав головы и распушив по свежему морскому ветру свои гривы и хвосты. Иван Иванович устал. Это было по нему видно. Повернулся на седле боком, заложив одну ногу на лошадиную холку. Он теперь уже почти даже не говорил. Всё слушал мой первый подробный рассказ. Рассказ о колонии ссыльных. Хм. Шахурдин, говоришь? Матвей Ведихт Николай? Это ж надо. Три имени дали. Надо поискать, надо поискать. Поспрашивать там у людей на берегу. Это правда. Нелегко будет найти. Потому что половина орчий. Все шахурдины. Без выдумки работали, папы. Хе-хе. Всех. Всех под одну фамилию подгоняли. Ну, одну-две. Да. Вот тебе и копирка. Но всё же поспрашиваем. Будем искать. А ты покопайся там это. Покопайся там в своих бумагах. Узнай, что случилось с Зотовым, Величко и другими товарищами. Знаешь, по-моему, дело это стоящее. Много полезного перенять можно. Ведь это ж в наших местах. Прям под боком. Да и в смысле истории тоже. Я говорю о пожаре в колонии. Ну, в общем, раз уж ты взявся, то давай уже до конца. А за находку целины спасибо тебе. Вот и пригодился архив. Хе-хе. И моя лямпочка. Мы приехали домой поздно ночью. Нам не верилось, что уже двенадцатый час наступил. Стоял самый длинный день в году. Фактически ночь в июне здесь сжимается до четырех часов. А вечерняя заря, едва потухнув, вновь разгорается ярко-красными красками. Утренней зари. Экономя время, мы уже на следующее утро отправили за речку лесорубов и подрывников. Деревья на лугу спилили. На низкие пни положили полукилограммовые пачки аманала. И таежная тишина вздрогнула от множества резких взрывов. И эхо, от которых унеслось через лес аж в горы. И долго еще гремело там, перекидываясь от скалы к скале. От скалы к скале. Таким накладным взрывом пенек раскалывается. Раскалывается на три-четыре части. И трактору уже с тросом не стоит большого труда вырвать куски дерева вместе с потревоженными корнями. Из легкого супещаного грунта. Возле цветущей поляны я поставил заградительные знаки. Строго-настрого, строго-настрого запрещающие тракторам переходить заповедное место. Надо было еще разобраться во всем, что еще осталось от биологических работ Зотова и Величко. Вскоре я узнал, что директором был в местном совете и просил разыскать человека. Директор был в местном совете. Да, и просил разыскать человека, имя которого Матвей, Ведикт и Николай. А фамилия Шахурдин. Понял? Прикинув, я подумал, что если этот Матвей, Ведикт, Николай жив, то ему уже больше шестидесяти пяти лет будет. Вот чего. А возраст для Орча весьма почтенный. Так как вы мне писали в комментариях тоже, что женщины с сорока-сорока пяти лет для вас выглядели уже как бабушки. Так что, может быть, и здесь тоже это действует. А здесь больше шестидесяти пяти лет получается. Вот чего. Зотов пишет. В труде и путешествиях по нашей территории время шло так быстро, что мы не заметили, как пролетели три года. Да, именно три года. Как один месяц. В дневнике записано, что они построили еще одну теплицу, на которую израсходовали остатки стекла с баржи. Огород разросся почти до трех десятин. Большую часть земли Зотов и Величко заняли именно овсом. Овес теперь заменил колонистам хлеб. На краю пашни они развели питомник из ягодников. И Николаю Ивановичу удалось путем отбора вывести очень скороплодную и урожайную смородину, которую они назвали Аболенской, отдав тем самым долг Корнею Петровичу, доставившему для питомника много диких кустов из тайги. Вот она, селекция по Корнею Петровичу. И так и работает. Величко усердно занимался рябиной, пытаясь отобрать самые вкусные и крупные по ягодам экземпляры. В новом Орачельском стойбище за 25 верст от колонии Фидосов с Зотовым устроили такой огород, что по урожаю он оказался впереди их собственного. У шахурдиных росла картошка, капуста, морковка, а также брюква. Семена и рассаду поставляла колония. Василий Антонович Фидосов стал ярым пропагандистом разведения огородов у местного населения. В дневнике было записано, что в 1915 году у шахурдиных было более десятины пашни. Увлечение посевами овощей и картофеля перекинулось и в другие стойбище на побережье. И впервые этот далекий край, заселенный полуоседлыми и кочевыми народами, познал прелесть и выгоду земледелия даже в условиях такого сурового климата и вечной мерзлоты. Может быть, и не стоило бы останавливаться на таком эпизоде, как выращивание капусты. Картошки и овса. Ну, тем более, что он не мог тогда оказать серьезного влияния на жизнь людей, если бы не дальнейшая судьба целого поколения. В более поздние годы они остались на Охотском берегу только потому, что с самого начала могли брать от земли необходимые для жизни продукты питания. В условиях севера это немаловажно. А при заселении края часто оказывалось и решающим аргументом в этом вопросе. Любовь к земле и к труду на ней воспитана здесь веками. Но вернемся к Зотову и его друзьям. Федосов частенько отлучался из колонии на две-три недели, чтобы помочь малоопытным орочам освоить новое для них ремесло. Что он делал еще во время путешествий остается неизвестным. Но Зотов пишет, что когда в устье реки приезжал купец, то якуты и орочи уже не брали у него всех товаров подряд, как это было раньше. Часто даже отказывались от продуктов. И подолгу со знанием цены даже торговались с озадаченным торговцем. Хм! Что это такое? И без влияния Федосова это не обходилось. Хе! Его школа! Заметим, что Белый Кин за эти годы почему-то ни разу не посетил устье реки. Ни разу тебе! Или он перебрался в другое место. Или заехал так далеко, что вернуться ко времени уже не смог. Но только его шалаш занимали теперь уже другие купцы. И каково же было удивление Федосова, когда однажды Матвей Ведикт сказал ему, «Белый Кин не едет, не едет уже. Зато брат родной послал. Родной брат». «Этот новый купец что, брат Кина получается? И новый, и прошлогодний, и тот, что ехал два года назад, это все его брат. Это ж сколько же у него там братьев получается!» И Шахурдин рассмеялся. «Ты не понял, Матвейка. Семья разная. Матвей... Торговля один. Во! Белый Кин и этот купец. И тот другой. Они один хозяин служат. Большой хозяин у них есть. Большой! Никафамура фамилия. Ээээ... Никамура! Никамура! Вот такая фамилия. Во как! Стало быть, все эти купцы что, работают на этого японца что ли? А Никамура это не поймешь кто такой. Япон не япон американ не американ русский похож орчиль тоже похож и язык наш знает говорит бойко бойко шибко могжет скоро сам приедет увидишь у большой голова а а ты думаешь приедет зачем как зачем шкурка мало продаем товар мало берем и хочет понимать почему торговля захудал то узнал однако хитрый человек что новые лючи живут на берегу новые лючи чай пить приедет знакомство будет и тут колонисты призадумались а что если действительно приедет этот купец к ним в гости что тогда ведь он сразу же догадается кто они такие и разнесет вести по берегу а в охотске там если болтнет все пропали все годы труда все пропало да и мы тоже и опять снова арест дальняя ссылка а может и нет а может все и случится совсем по-другому ведь может если он честный человек то предложит ехать с ним увезет за пределы государства и мы можем стать политическими эмигрантами вот чего обо всем об этом следовало подумать ну конечно рассчитывать на бескорыстие купцов не следовало но в том что никому может согласиться увезти их фидосов например не сомневался русское поселение русские люди на этом берегу для купцов помеха и они не без удовольствия помогли бы да именно помогли колонистам уехать отсюда ведь им нужен простор для беззастенчивой торговли на берегу и лучше если берег останется безлюдным как и было до этого но вот прошло еще почти два года прежде чем ссыльные встретились с коммерсантом Никамурой Зотов ввел дневник с большой аккуратностью и именно поэтому мы можем узнать все это день за днем он заносил в толстые тетради события писал о встречах с новыми людьми отмечал все происшествия в тайге и я не могу удержаться чтобы не передать одно такое происшествие которое имело свои последствия как-то утром прибежал Аболенский огород обокрали огород и колонисты сразу представили себе шайку злоумышленников которые вырали и увезли ночью все овощи они бросились из дома прихватив ружья грядки с овощами были серьезно повреждены особенно заметный урон понесли брюква и турнепс кто-то довольно неловко выкопал сотню или больше корнеплодов и унес добычу вместе с ботвой следы отпечатались очень плохо на оленьи они не походили были круглые и маленькие и стало ясно что набедокурили здесь не люди и не медведи ну и решили по очереди сторожить огород первым отправился в засаду именно зотов наступил вечер тени сгустились в лесу стояла полнейшая тишина чуть слышно звенели комары где-то далеко стучал запоздалый дятел зотов долго сидел всматриваясь в очертания кустов потом что-то отвлекся а когда глянул на огород то увидел среди грядок какое-то смешное животное очень похожее на только что родившегося жеребенка грабитель стоял на высоких ногах смешно раздвинув как циркуль передние ноги ухватив зубами ботву воришка с азартом тряс головой выдергивая брюкву и принимался есть ее с таким аппетитом что только один хруш стоял хрум-хрум прямо что вкусно лосенок зотов стал всматриваться в лесной сумрак на опушке леса совершенно неподвижно стояла лосиха и вытянув шею напряженно смотрела в сторону дома сторож ползком стал двигаться вдоль грядок навстречу ночному гостю и едва только он поднял голову как лосиха издала тихий звук и ее сынок вздрогнул и повернулся к лесу но видно лакомство было настолько вкусным что он тут же забыл о предупреждении и снова схватил брюкву и стал ее дергать не надергается зотов вскочил и бросился к нему сзади послышался треск кустарника и топот лосиха бежала воришка сделал отчаянный прыжок в сторону но подскользнулся и упал зотов навалился на него сверху и набросил на шею веревку лосенок вскочил рванулся и как закричит и тут кусты затрещали и лосиха выскочила на поляну но испуганно шарахнувшись она снова скрылась в лесу николай иванович повел упирающегося дрожащего и в конец испуганного лосенка к дому чудесный грациозный малыш он стоял на неправдоподобно высоких ногах и смотрел на всех огромными дикими глазами мягкие нежные губы его мелко дрожали а из носа капало как у неряшливого мальчишки он не сводил глаз с лампы и огонек отражаясь горел в черном зрачке животного его привязали в углу комнаты постелили на полу мох лосенок покричал немного повозился и затих а у леса у леса мелькнула большая молчаливая тень это была его мать а утром утром колонисты увидели как сладко спит их пленник присапывает далеко откинув свои длинные ноги и забросив голову лосенок смешно оживал губами будто сосал материнское вымя а на закрытых веках подергивались ресницы он проснулся как ни в чем не бывало когда величка подошел ближе лосенок дико отпрыгнул в сторону но стоило подать ему кусочек брюквы как он доверчиво взял пищу с ладони и сочно и быстро захрумкал и что ж теперь мы с ним делать будем спросил Илья ведь он такой милый и колонисты привязали его у леса лосенок скакал и звал мать с жадностью ел турнепс и молодые веточки лозы живой упругий озорной он просто очаровал людей у него была коричневато серая шерстка коричневато серая шерстка такой густоты и плотности что добраться до кожи рукой никак не удавалось вот это шуба хе-хе да ладно тебе шуба на следующий вечер презирая опасности снова явилась мать она пристроилась боком к дереву и затихла большие уши ее все время вздрагивали пленник как-то изловчился вытянул шею достал все-таки вымя и сладко зачмокал и лосиха стала приходить к сыну днем выбирая именно тот момент когда люди уходили из усадьбы это 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 надо как тонко чувствует и колонисты даже начали подкармливать ее свежим камышом из озер и ветками лозины она осторожно оглядывалась но ела а маленький озорник напившись молока начинал выделывать такие коленца на длинных ножках шо только держись он стал совсем ручным изотов решил попробовать его зимой в упряжке ведь им так не хватало лошади к зиме лосиха вовсе осмелела завидев людей она не спеша отступала к лесу и стояла там большая осторожная низко склонив крупную безрогую голову с добрыми глазами может быть и она привыкнет а и вот когда выпал снег Василий Антонович смастерил легкие санки сделал ремену избрую и недели две таскал за собой лосенка надев на него ремни и постепенно он привык ходить за Федосовым особенно если у него в кармане лежала репа а когда снег устоялся уже была сделана попытка возить на беке дрова первый раз он что-то испугался и как рванется в лес аж сбил с ног Федосова поломал санки даже и сам запутался весь в кустах но потом привык понемногу покорился так сказать неизбежному и стал трудиться как полноправный член коллектива возил небольшие хапки дров воду и даже перегной с того берега реки а мать его мать приходила к сыну все реже и реже она останавливалась у опушки у опушки леса грустно и задумчиво смотрела на свое повзрослевшее чадо а он с бесшабашностью юнца возился в это время с кем-нибудь из людей прыгал щекотал мягкими губами руки и только изредка уже удостаивал мать удивленным и быстрым взглядом колонисты отпускали его в этот момент тогда бека бежал к лосихе по привычке совался к вымени а не обнаружив там молока рассерженно отворачивался из досады вертел коротким хвостиком и лосиха все дальше и дальше отходила вглубь леса все время оборачиваясь при этом а он бежал за ней останавливался смотрел на свой дом потом опять на лосиху она отступала все дальше и дальше маня его за собой и как раз в этот момент кто-нибудь кричал бека бека и он озорно подскочив на всех четырех своих ногах летел прямо к дому даже не простившись матерью лосиху они так и не приручили взрослые уже а малыш оказал колонистам огромнейшую услугу в последние два года на нем баранили огород даже пахали приспособив в упряжку самодельную саху однажды однажды Федосов рискнул поехать на беке корчем и произвел неслыханную сенсацию при этом появившись на нартах с запряженных лосем только в начале 1917 года колонисты через Шахурдина узнали что давно идет война война с немцами и страшно захотелось увидеть своими глазами газету как же там живет мир как же там поживают и что нового свершилось за эти пять лет Зотов не переставал думать о Маше где она и что с ней и дошло ли ей письмо он решил как только придет купец пойти к нему и узнать все новости и передать письма а там будь что будет василий антонович стал часто задумываться величка нервничал все валилось у него из рук азотов прямо спрашивал фидосова домой тянет да тот быстро отвечал очень нет сил выжидать событий из нашего далека у меня такое впечатление что война породит революцию и не могу я ну не могу я и не хочу быть в стороне а ты Илья величка должно быть не ожидал такого вопроса и ответил не сразу азотов стал думать как поступит Илья если представится такая возможность возможность уехать отсюда да приключения ребята мне нравится этот директор вот этот такой мужик и этот который расследование проводит вы в комментариях писали по поводу конеженики я первый раз слышу вообще такое конеженика со вкусом ананаса чё это такое как она по этому по научному называется чтоб хоть в гугле посмотреть чё это такое может видео какое-то найти на ютубе чё за конеженика но вы мне тоже писали что видели пробовали но даже здесь пишут что это очень редкая такое ягода вот интересно чего оно такое йогурт бы с него забабахать да мне кажется с ананаса это тоже ананас хотя кто его знает писали комментарии по поводу того выздоровел я ли не выздоровел вот у меня была большая температура высокая потом она припала и сейчас она держится вот так 37 37 и выше вот так вот но состояние уже нормально вообще нормально у меня же вы знаете этот танзелит так вот я как сделаю профилактику повынимаю гненники у меня идет температура может это вот оно не знаю ну состояние нормальненькое бодренькое вы же видите читаю все бодренькое идет нормально и настроение как говорится хвост пистолетом все хвост пистолетом пишите письма да да ребята вот такие приключения действительно что же там такого случилось получается чего-то там же случилось раз там все сгорело какие ваши предположения какие мои предположения первое что мне думается что кто-то им там все попалил или сами ну больше всего что кто-то наверное вот этот никому узнал и все спалил к чертям там чтобы не мешал этот базар разводить рынок а еще я думаю ну какой-то может быть рынок если там вообще никого нету это ну рынок должен быть чтобы приезжали и людям было много людей а там же получается один этот матвейка шахурдин николай приезжает и все и то в определенный период там раз в год ну такие сомнения у меня то есть рынок должен быть рынок прям он должен привозить ему конкретно много всего но может другие тоже приходили знали но мы только знаем только про его про этого матвейку и еще вопрос почему этот шахурдин не дал им своего лося вот вопрос он же целых 20 штук выменял они получаются вообще сами его словили сами обучили и приучили и только тогда им пользовались а этот шахурдин они же вообще эти якуты уручи у них очень много знаний неужели они хотя бы с одним я не говорю дать поделиться хоть работы сделать неужели этого даже попросить они не могли опять напрашивается вопрос было бы нам бы так не интересно правильно если бы он поделился а так видите целая история мать лосиха лосенок тот словили приучили потом они расстались вот тоже напрашивается вопрос возможно ли такое вообще в природе вот как это лосем как на трактере как это борны тягать вот подумайте только я задумаюсь о таком там даже подойти к нему нельзя мало того там чего его обучить ну это такое это чисто наши детективные истории шерлок слушают слушают и это такой наш мир мирок и нам хорошо здесь в нем правильно а что там за пределами как говорится наш не интересует как это на этом наши полномочия все заканчивается да 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 ребята ставьте ваши педали знаете что плейлисте вы знаете все что там тыкать все педали знаете делиться рассказами тоже ну и новенькие которые знают чтобы не пропустить надо нажимать подписаться и нажать обязательно колоколец когда колокольчик нажимаешь только тогда приходит вам уведомление что я загрузил что-то и там сразу придет точно тогда уже ничего не пропустите колоколец тут находится сразу же кнопка с под видео подписаться и справа колокол колокол такой висит он такой по бокам как бы низвиняющий когда вы только по нему тыкните он сразу такой звенящий становится то есть он нажатый и надо нажать там все уведомления вот так вот на сегодня все услышимся увидимся а на завтра до завтра нам покедова вот так вот так что до завтра то есть и как бы там вдвоем поднимайся Продолжение следует...